Все, воскресный диван. Очень такая будет сегодня история. Мистер Пикч. Ой, такой липучка Пикч. Давай, липучка Пикч. Я хочу, чтобы он не спрыгнул. Пикч. Отнял у меня прям, отнял. Он мощный. Посмотри на самом деле, какой он мощный. У него лапы такие, да. Лапы короткие, но он как встав. У нас сегодня на диване наш одноглазик Пикчер. Пикчер. Хорошенький мальчик. Мачу-пикчу. Да. Глянь, ну он такой сидит. У него такая прикольная форма. Он вот так голову, знаешь, как бы не туловище, шея, голова. А как-то он, видишь, шеи у него нету. Да, он как-то широкое. Она широкая, да. И у него от груди вот так раз и голова сразу, как у котика морского. Ой, да. Пикч. Ну смотри, вообще нету шеи у собаки. Ты мощный, Пикч. Ты мощный, да. Он такой мощный. Он вкусняшка. Такие звуки ты издаешь, Пикч. Он все время ластится, он липучка. Такой, посмотрите на меня, посмотрите. Шикарный. Мне кажется, вот это нужно за обложку брать. Ой, вкусно как. Седой уже, капец какой он старый. Да, он не старый. Ну, посидине, скажешь, как будто старый прям. Всем здравия, друзья. Мы на канале приюта бездомных животных. И сегодня у нас будет, к сожалению, не то чтобы счастливая история и воскресный диван такой жизнерадостный. Сегодня у нас будет история о подлости и предательстве человеческой безответственности. Друзья, мы сегодня покажем вам вот настоящего Пикча. Нашу липучку вот такую вот. Но ролик будет с Сашенькиного канала «Лохматое счастье». Мы оставим вам ссылочку на оригинал. Переходите, друзья, когда посмотрите. Переходите на Сашин канал. Не забывайте, что он существует. Хоть нам сейчас и нечего туда публиковать. Да, у нас просто нету пристроек. Счастливых историй у нас, к сожалению, не так уж много. Но... Ой, какой сладкий. Ну, а есть вот Пикча. Да. Так что смотрите и узнаете историю Мачу-Пикчу. Да. Сегодняшняя история будет не о счастливом пристройстве. Она о подлости и безответственности людей. Если вы не готовы, то лучше пропустите её. Это просто собаки, как скажут многие люди. Героические, но несчастные братики Мачер и Пикчер, скажем мы. Эта история началась 20 апреля 2016 года. В приют позвонила девушка и рассказала страшную историю. Недалеко от её дома, в Канаве, кто-то жестокий топил щенков. Только двум малькам удалось выжить. Это были два братика. Но щенки были просто в ужасном состоянии. Без помощи ветеринара было не справиться. Мы не смогли отказать в помощи этим несчастным. Щенки были срочно доставлены в хорошую ветклинику, где у них взяли анализы и незамедлительно начали симптоматическое лечение. Когда пришли результаты анализов, мы все пришли в ужас. Чума плотоядных, пироплазмоз, который дошёл до расслоения крови, демодекоз, лишай, куча глистов и блох, очень увеличенные лимфоузлы. На мальках не было живого места. И при таких ужасных болезнях они были всё ещё живы. Мы приняли решение попытаться спасти этих героических щеночков. Братцам обустроили загончик в тёплом помещении, где им предстояло жить на время долгого и сложного лечения. Шансы были невелики, но была надежда. Самого маленького щеночка назвали Мачо, а второго – Пикчо. Так началась история Мачера и Пикчера в приюте. Несмотря на тяжёлое состояние, у них было просто невероятное желание жить. В промежутках между лечением они находили силы играться. Очень жаль, что с тех времён у нас почти нет видео. Зато есть много фотографий. Визиты в ветклинику были ежедневными. Бесконечные капельницы, уколы, таблетки и надежда. Малыши стойко переживали все процедуры. Долгое время мы не видели значительных улучшений. Но благодаря профессионализму врачей и нашему неустанному уходу, правильно подобранное лечение помогло малышам. Уже через пару месяцев их состояние значительно улучшилось. Появился хороший аппетит. Они стали потихоньку покрываться шерстью. У малыша Мачера перестали гноиться глазки. Но лечение продолжалось. Ещё долгое время они провели на карантине, пока не пришли анализы, подтверждающие, что для других питомцев приюта они не представляют угрозы. Наконец-то мы смогли выпустить их в стаю. Братцы быстро освоились и нашли себе друзей. Они получили необходимые прививки, обработки. Их кастрировали. К осени Мачер и Пикчер стали здоровыми, жизнерадостными собачками. В них было невозможно узнать тех несчастных, больных щенков. Мы стали искать им дом. Объявления о пристройстве братиков были размещены в интернете. Долго ждать не пришлось. Уже в октябре 2016 года Пикчера забрали домой. Люди жили неподалёку от приюта, заметили малыша в соцсетях и влюбились в этого коротколапика. Первое время мы навещали Пикчу и всё было хорошо. Его братик Мачо пока оставался в приюте, но также ждал своего человека. Затем пришло неприятное известие. Пикчу возвращают. За пять месяцев жизни в доме он так и не полюбился хозяевам. Копал огород, перепрыгивал через забор, всё грызёт. Ну, ничего страшного. Главное, что вернули, а могли и потерять. Так, братики снова встретились в приюте. Мы очень надеялись, что этих героических собачек, однажды победивших смерть, ждёт счастливая судьба. Поэтому мы не унывали, а продолжали делать красивые фотографии и размещать объявления. И вот, в августе 17-го года Пикчер снова едет домой. Новая семья была предупреждена о повадках пёсика, но их это совершенно не испугало. Пикчу выглядел очень счастливым, когда уезжал в новый дом. Пока Пикчу не освоился, мы созванивались. Уехал он недалеко, в село Кадамовку. Всё вроде бы было хорошо. Мы были удивлены, что Мачо до сих пор оставался в приюте. Такой ласковый и милый пёсик. Наверняка он покорил бы чьё-то сердце. Но лишь в июне 2018 года Мачо нашёл своего человека. Так мы думали поначалу. Он тоже переехал жить недалеко, в село Красюковку. Мужчина, что я возобрал, при разговоре показался приятным и ответственным человеком. Первое время мы созванивались. Мачо вроде тоже прижился в новом доме. В конце лета 2018 года произошло жуткое событие. Ночью собаки подняли сильный шум. Мы вышли проверить, что случилось. И пришли просто в ужас. Под воротами сидело нечто, отдалённо напоминающее собаку. И жалобно смотрело на нас. Всего одним глазом. Но мы сразу признали нашего пикчера. Пёсика немедленно повезли в ветклинику и сдали анализы. Ничего смертельного не обнаружили. Оказалось, что он долго скитался. Был сильно истощён. У него понизился иммунитет, из-за чего опять начался домодекоз. И он потерял один глаз. Когда пёсик был в безопасности, мы нашли номер хозяев и позвонили узнать, как там поживает пикчу. Они сказали, что он несколько месяцев как убежал. Они искали его по селу и не нашли. На вопрос, почему же вы не предупредили нас, не попросили помощи, ответ был прост. Это же просто собака. Он убежал. Мы погоревали день и забыли. Что с них взять? Просто собака. Мы не знаем, как пикчуру удалось вернуться в приют и что ему пришлось пережить в дороге. С тех пор пикчу так и живёт в приюте. Конечно, он поправился, насколько это возможно. Но иммунитет у него слабый. Несколько раз в год обостряется домодекоз, который приходится лечить. Ну, что поделать. Пикч, иди таблеточку скушай. Ему периодически приходится давать таблеточки, потому что он хронь. Так, ну-ка разбежались от пикча. Так, это не вам таблеточка. Ай, на мой пикч. Скушал, всё. Всё, пикч, лечись. Липучка. Липучка одноглазая. Нас утешало только то, что Мачо нашёл свой дом. В декабре 2018 года мы созванивались с хозяином Мачо. Нас уверяли, что всё хорошо. Обещали прислать фотографии. Но телефон внезапно сломался. Такое бывает. Многие номера были потеряны. Среди них и телефон хозяина Мачера. Но у нас были фотографии этого человека. В середине 2019 года всё-таки удалось через соцсети найти заветный номер. Но... Стоит ли рассказывать, что мы узнали из этого звонка? Он не прижился у меня. Стал убегать. Я его отдал. Кому не помню. Куда-то в Ростовскую область. Какая разница? Живёт же сейчас где-то. Это же просто собака. Чего вы в самом деле? Крышей поехали? Друзья. Те, кто хочет взять у нас собаку, проходят строгий отбор. Мы проводим опрос с пристрастием. Обязательно подписываем договор. Обязуемся помогать и всегда взять обратно. Если что. Но мы не в состоянии предугадать, что произойдёт в будущем. Когда мы пристраиваем питомца, мне очень хочется верить, что собаки попадают в самые лучшие семьи, самые лучшие руки. И у меня каждый раз сжимается сердце, когда нужно узнать, как там поживает питомец. Пусть каждый думает, что хочет. Может, мы и сумасшедшие. Но приют – это наша жизнь. А питомцы – не просто собаки. Это наша семья и любовь. Мне очень хотелось рассказать эту историю. С прошлой осени я собирала материал, но каждый раз откладывала её. И как бы мне не хотелось, но это далеко не единственное неудачное пристройство. Их очень много. Но даёт надежду то, что хороших всё же больше. Да будет так. Ну а мы до сих пор в глубине души надеемся, что если Мачо жив, то он обязательно найдёт дорогу домой. Как и Пикчо. «Ой, что это?» «Что это?» «Что это?» «Что это?» «Что это?» «Что это такое там?» «Липучка от Вянь!» «Ой, что это?» «Ой, что это!» «Ой, что это?» «Ой, что это?» Друзья, спасибо вам за то, что вы смотрите наши видосики. Спасибо за то, что посмотрели историю наших героических братиков Мачо и Пикчо. Не забывайте подписываться на канал, смотрите наши видосики, выбирайте себе любимчика из наших подопечных и будь добрым.